Гора из булыжников, ржавые гвозди и фрагменты крыши. Один из дворов в центре города превратился в свалку стройматериалов. Все из-за того, что на холстрой на третьем этаже снесли, а крышу в доме никто так и не восстановил. Местные жители уже отчаялись ждать помощи и обратились на репортер. В декабре прошлого года в доме на улице Решильевской 41 снесли незаконно построенный третий этаж. Прошло два месяца. У жителей дома вместо крыши над головой клеенка, а во дворе горы строительного мусора. Началось все в августе прошлого года, когда неизвестный мужчина представился одним из жителей дома и начал возводить третий этаж. Но стройка продолжалась недолго. В декабре по предписанию из мэрии на холстрой демонтировали. Пришел самозвание, которое разрушил нам полностью чердак, полностью разрушил чердак и начал возводить третий этаж самовольно, без никаких разрушительных документов. После демонтажа прошло два месяца. С тех пор и двор, и пострадавшие квартиры скорее напоминают свалку. Владимир Кушнарев – единственный житель этого двора. Кроме него в таких условиях никто не решился выживать. Во время сноса на стройке рабочие повредили лестницу в подъезде. На месте некоторых ступеней возникли дыры. Хуже только в самой квартире. Одна из комнат вообще осталась без потолка. Стены насквозь мокрые. На полу валяются куски штукатурки. После этого демонтажа прошло два месяца, и все стоит на месте. Никаких мер не принимается. Ни со стороны горсовета, ни со стороны Киева, ни с какой стороны. И мы живем в разрушенной квартире. Пострадавшие жильцы теперь намерены добиваться решения проблемы от профильных чиновников. Мы следим за ситуацией на Решилевской.